МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 августа – День альпиниста. Ежегодно в первое воскресенье августа страна отмечает День железнодорожника. Это профессиональный праздник машинистов-локомотивов, путевых обходчиков, дежурных по станции, электромехаников, поездных диспетчеров, проводников, электромехаников и начальников пассажирских поездов. Представители профессий, связанных с железнодорогой, есть и в нашем городе. Все они – сотрудники железнодорожного цеха РФ Ацнеев. Мне кажется, согласятся многие со мной, что идущий по перегону поезд красив, как минимум. Машинист – профессия романтиков, уверен Александр Щеголихин. Более 30 лет назад мужчина пришел устраиваться на работу в железнодорожный цех городообразующего предприятия. И с тех пор он водит поезда от Сарова до станции Берещины и обратно. Работа сложная, требует крепкого здоровья, нервов, выносливости и быстроты реакции. Выходить на службу нужно как днем, так и ночью. Но, несмотря на все сложности, Александр Викторович о выборе трудового пути не пожалел ни разу. Постоянно в движении находишься. Никогда не бывает ничего одинакового. Никакой за все время работы не было ни одной и той же смены. Несмотря на то, казалось бы, одни и те же поезда ходят, там и расписание одно и то же. Александр Щеголихин рассказал, что ему повезло работать в коллективе профессионалов, людей, которые любят свою работу и преданы ей. С теплотой машинист вспомнил ветеранов. Именно благодаря их самоотверженному труду удалось сохранить цех и железную дорогу. 30 лет назад опытные наставники передали свои знания молодому стажеру. Рассказали обо всех тонкостях и секретах мастерства. К сожалению, некоторых уже из них нет. Я начинал помощником, стажером, даже еще помощником машинисту, Петрушкова Алексея Ефимовича. Он учил нас, во-первых, ухаживать за машиной, понимать ее, разбираться в том процессе, который происходит. То есть это процесс движения, то есть что, как и все. То есть нужно, машинисту одновременно приходится учитывать очень много вещей, параметров. И погодные условия, и свой состав, и обстановку, допустим, на участке, и ревести реламент переговоров. Вместе с машинистами в депо железнодорожного цеха работает много специалистов, которые обеспечивают перевозку угрозов и пассажиров. В нашем распоряжении, как бы локомотивного депо, находятся шесть локомотивов. И специальный самоходный подвижной состав для обеспечения данного производственного процесса. Имеется мотовоз, который обеспечивает путевые работы с крановой установкой. Имеется автоматрица, которая перевозит механиков, монтеров пути. Но в зимнее время, вот я еще говорил, у нас имеется как бы снегуборочный поезд, снегуборочная техника. Контролирует состояние техники и приборов безопасности и производит своевременный ремонт слесаря депо. Для этого они используют специальные стенды. В их числе стенд для регулировки ремонта и технического обслуживания тормозного оборудования и приборов безопасности. Независимо прибор исправен, неисправен. У нас есть руководящие нормативные документы, которые руководствуют по эксплуатации локомотивов подвижного состава и минтранские документы. Мы этот прибор снимаем, подаем на этот стенд, подключаются слесаря, подается воздух и производим испытания. Сборкой и разборкой, ремонтом и текущим содержанием железнодорожного полотна занимаются специалисты путевого хозяйства. Мастера в том числе проверяют геометрические параметры путей с помощью специальных устройств. Измерение параметров позволяет обеспечить безопасность движения поездов. Каждый день специалисты проверяют свои участки и составляют план, по которому устраняют выявленные недостатки. В основном дефекты возникают по естественным причинам. Земля дышит, поэтому и происходит зима, лето, весна, осень. Но намеренную порчу я такого еще не встречал, по крайней мере на нашем подвизном пути. Большую работу невидимую глазу пассажиров проводят сотрудники службы движения, которые обеспечивают организацию движения поездов и маневровой работы. Во многом от мастерства диспетчеров и дежурных по железнодорожной станции зависят результаты работы всего цеха. Высокая квалификация и ответственность составителей поездов, операторов поста централизации, дежурных стрелочных постов, обеспечивает безопасность движения и, соответственно, безопасность пассажиров, а также сохранность перевозимых грузов. Железнодорожный цех появился на объекте почти 70 лет назад. Все эти годы работа совершенствовалась, строились новые пути, ставились новые задачи. В 1959 году открылось прямое пассажирское сообщение. Саров – единственный город в системе ЗАТО, который имеет уникальную особенность – пассажирский поезд, востребованный у жителей. Его услугами в 2018 году воспользовались более 51 тысячи жителей. В первом полугодии 2019 года мы наблюдаем рост пассажирпотока на 5%. Железнодорожный цех уделяет большое внимание обновлению своего транспорта. В 2017 году Российский федеральный ядерный центр в НЕФ приобрел новый тепловоз, оборудованный всеми современными приборами, в том числе приборами безопасности. Сегодня железнодорожное хозяйство Российского федерального ядерного центра – это несколько станций, более 37 километров путей, парк вагонов, локомотивное депо. Их обслуживает 175 человек. Эффективное взаимодействие всех специалистов цеха – залог безопасности движения поездов. Руководитель саровских железнодорожников Владимир Лыбакин считает, что всем его сотрудникам присуще трудолюбие, профессионализм и ответственность за порученное дело. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго и праздничного настроения. Хозяйственную деятельность всей нашей страны невозможно представить без железных дорог. И в этом смысле железная дорога – РФЯЦ в НЕФ – является жизненно важной артерией для ядерного центра и города. Несколько лет подряд саровских ветеранов МФ, сотрудников градообразующего предприятия, приглашают в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня военно-морского флота. В этом году саровчане вновь приняли приглашение и привезли в северную столицу 17 стендов из Музея морской славы. Уникальные экспонаты посвящены жизни и деятельности адмирала Федора Ушакова. Подробности далее. В день ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте прошел главный военно-морской парад. Он стал третьим по счету. Впервые такой парад прошел в 2017 году. И уже по традиции командование ВМФ России и руководство Русской Православной Церкви пригласили Саровский музей морской славы принять участие в праздновании. В Кронштадтский морской Никольский собор была доставлена рака с мощами святого праведного адмирала Федора Ушакова. И Саровская уникальная выставка, посвященная главнокомандующему. Она у нас самая лучшая, то есть пока единственная передвижная выставка в стране, где реально вы можете пройти этапы от его рождения до современности. И так как это было сделано на основе нашей выставки, которая действует в Сарове, то в 2016 году нас впервые Русская Православная Церковь попросила сделать такую передвижную выставку. И с тех пор мы по стране путешествуем именно с ракой с мощами. Это было и в 2016 году, когда мы впервые проехали по 11 городам России в течение месяца 2017 года. Мы непосредственно уже по 3-4 раза выставляемся в Санкт-Петербурге. Настолько уже слава выставки, она известна. Создатели экспозиции – сотрудники Российского федерального ядерного центра в НИЭВ. А Музей морской славы – своеобразное хобби для них, которым они занимаются в свободное от работы время. И когда увлечение приобретает такой масштаб – это повод для гордости. Ветераны военно-морского флота признаются, что большую роль в продвижении музея и сохранении памяти великого адмирала играет Рафиац ВНИЭВ. Очень значимая роль, конечно, в этом отводится именно нашему директору Костякову Никитину Ефимовичу. Почему? Потому что благодаря ему и его мудрым решениям музей продолжает развиваться. Мало того, что именно он принимает решения в нашем проезде по стране. Существует четкое понятие, что наша выставка не просто прокатиться по стране, а что-то показать, продемонстрировать. А самое главное – формирование нового имиджа нашего города, федерального центра. Именно непосредственно, только не как у тех ученых, которые создают ядерные заряды. Но также очень много работают по формированию патриотических центров, сохранению исторической, боевой и духовной славы Министерства обороны, в том числе и военно-морского флота. В этом году Министерство обороны даже выделило военно-транспортный самолет Ил-76 для транспортировки экспозиций и мощи адмирала до Санкт-Петербурга. А это значит, что выставка «Адмирал Федор Ушаков» имеет большую историческую ценность для всей страны. Если бы, наверное, не поддержка федерального авиацентра и музея ядерного оружия, в частности, да, наверное, не было бы нашей экспозиции, нашей истории. Почему? Потому что мы вообще считаем их прародителями, то есть нашими отцами и матерями. То есть именно они подсказали идею создания выставы, как им в разуме они формируются, как это делается. И мы даже стенды, которые здесь до сих пор еще имеются, мы используем именно с первой экспозиции музея ядерного оружия, которые были сделаны. Экспозиция «Адмирал Ушаков» состоит из 14 стендов, но в этом году ее дополнили еще тремя, на которых ветераны ВМФ демонстрируют маршрут перенесения мощи адмирала в 2016 году. Тогда выставка была за месяц продемонстрирована в 11 городах. И фотоматериалы, как это было. Но главный экспонат выставки – это единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова, образца 1803 года. Ветераны ВМФ создавали его более 10 лет. И даже смогли найти и воссоздать копию ордена Святого Януаря, которым был награжден Федор Ушаков, но который вы не найдете ни на одном портрете адмирала. В то время этим орденом было ограждено только два человека в России. Павел I и Адмирал Ушаков. Павел I через год, вы знаете, убьют, орден пропадет. А Ушаков больше не рисовался. И поэтому и в этом изображении нет, не существует. И поэтому мы реально показываем, как по-настоящему выглядела форма Ушакова и как носились ордена. Передвижная экспозиция «Адмирал Ушаков» пользуется у жителей всей страны большой популярностью. Только в первый день выставки в Санкт-Петербурге ее посетило более 17 тысяч человек. А к 2020 году главком ВМФ планирует сделать копии Саровской выставки для организации постоянных экспозиций на всех флотах. Праздник с оттенком адреналина, азарта и остроты ощущений. 8 августа во всем мире отмечают День альпиниста. И это праздник смелых и решительных людей, которые искусно демонстрируют безграничность человеческих ресурсов и возможностей. Такие есть и в ядерном центре внеев. Скалолазание, как вид спорта, зародился очень давно, но официально День альпиниста отмечают во всем мире лишь с 1786 года, когда впервые была покорена гора Монблан, высшая точка Альп. При этом документальное существование этого вида спорта в России относится лишь к 1900 году, когда было сформировано Русское горное общество. Секция альпинизма в КБ-11 образовалась в начале 50-х и стала одной из самых первых спортивных секций института. В 1953 году прошла первая городская альпиниада, которая и дала мощный импульс к развитию не только альпинизма, но и всего саровского спорта. С тех пор сотни сотрудников института прошли школу альпинизма. Среди них и те, кто внес весомый вклад в создание ядерного щита страны и развитие города. И первыми мастерами спорта в городе стали альпинисты. Шутов Виктор Иванович, который впоследствии стал лауреатом Ленинской премии, Давыдов Алексей Петрович и через год Сухоруков Альберт Трофимович. Еще через 10 лет, в 1972 году, чемпионом СССР по альпинизму в составе команды Центрального совета физкультуры и спорта стал Юрий Михайлович Малыхин. И ему за это выдающееся достижение было присвоено звание мастера спорта. С развалом СССР обстановка в горах стала напряженной. Многие альплагеря закрылись. Но в нашем городе, благодаря руководству ядерного центра в Нев, удалось сохранить альпинизм как вид спорта. Также начало активно развиваться скалолазание. В 2001 году в Российском федеральном ядерном центре появилась такая секция и до сих пор она активно развивается. Саровские скалолазы принимают участие в соревнованиях и фестивалях различного уровня. Без поддержки отдела физкультуры и спорта, отдела нашего просоюзного комитета, без поддержки городских департаментов, мы бы, конечно, не могли бы проводить массовых своих мероприятий. Потому что выделяются и средства на приобретение спортинвентаря, оплачиваются проезды. Юлия Трусова инженер-исследователь в одном из конструкторских бюро городообразующего предприятия. Девушка пришла в секцию альпинизма два года назад. Начинала со скалолазания. А уже сегодня она в составе нижегородской сборной приняла участие в сборах в альплагере Улутау. Да, я действительно была на сборах, альсборах, это ущелье Адерсу, Кавказ центральный, прямо рядом с Эльбрусом. Были там две недели, прошли занятия, скальные, снежные, впервые походила по леднику, видела, что такое трещины в леднике, насколько они глубокие. Покорили три вершины, это треугольник, 3,860 высота, Виатау, 3,742 метра, и Тю-Тю, вторая западная, это 4,430 метров. То есть, для меня это впервые такая высота была. Ну, у ледники на самом деле не такая уж страшная вещь, как казалось. То есть, пособление, кошки позволяют передвигаться, даже не падать, чтобы сделать по льду невозможно. Ну, единственное, там есть достаточно глубокие трещины, то есть, иногда подходишь к краю трещины, смотришь, там глубина, наверное, метра два, или идешь, и там слышно, как река под тобой шумит. Попробовать свои силы и ощутить романтику гор приглашают всех желающих. Занятия в секциях альпинизма и скалаза Нерфятснеф начнутся в октябре, и будут проходить каждый вторник и четверг с половиной седьмого вечера до восьми часов в центральном здании стадиона ИКАР. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте тройной wvnef.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова